Займёмся проблемой сознания, философии и природы мышления. Что такое сознание вообще? А у нас ещё где-то открыто, нет? Да, вроде нет. Нет, да? Что такое сознание вообще? А сознание – это отражение. Это свойство высокорганизованной материи отражать окружающий мир и себя в том числе. С антологической точки зрения сознание существует как идеальная реальность, как продукт мозга. С гносеологической точки зрения сознание – субъективный образ объективного мира. С аксиологической точки зрения, то есть с точки зрения ценностей и оценок. Сознание – не просто отражение действительности, но и отношение к действительности и её оценка. С кибернетической точки зрения сознания есть информация, заключённая в сигнале. Функции сознания – познавательное, аксиологическое, целеполагание. Конструктивное, коммуникативное, регулятивно-управленческое. Что с этой точки зрения представляет собой язык? Язык – это действенное сознание. Только мысль, выраженная в виде слов, становится доступной для других людей. А раз она может быть доступна для других людей только в виде слов, значит, передача мысли другим людям идёт с помощью языка. А следовательно, то, что существует не в виде языка, не может быть передано другим людям. А раз она не может быть передана другим людям, это нечеловеческое. Что-то нечеловеческое и не мысль. Никаких мыслей, кроме как выраженных в виде языка, не бывает. Независимо от того, это про себя эти мысли идут или они высказываются. Это касаемо мыслей. А? Касаемо мыслей, да. Да, мысли. Мысли существуют только и отлагаются, говорит Гегель, только в форме языка. А есть ли художественные? А? Художественные. А это не мысли, это другое совсем. Это называется постижение в образах. Значит, у Гегеля есть такая работа о феноменологии духа. Там говорится, что есть три формы постижения мира. Одна форма постижения мира – это религиозная, в образах, даже не в образах, а в фантазиях, когда мы земную жизнь изображаем в виде жизни на небесах. Фантастическое отображение существующего мира. Вторая форма постижения мира – это все виды искусства. Для искусства язык необязателен. Даже если там со словами поют в опере, все равно туда идут люди, которые хотят послушать музыку и, собственно, пение. А содержание здесь не то ли существенное. Например, скажем, опера Чайковского, балет Чайковского «Щелкунчик». Он, конечно, про специальный инструмент для того, чтобы щелкать орехи. Но это никого не интересует. Или «Пиковая дама» – про карты, про картежников, про старуху. В этом радиусусть опера «Пиковая дама». То есть, если речь идет об искусстве, то передается образ художественный, эмоции. А мысли у каждого, кто находится в концертном зале, в филармонии, или смотрит балет, или слушает оперу, мысли у каждого могут быть совсем разные. И это не мешает всем одновременно восхищаться произведением искусства. А высшая форма постижения мира, а именно познание мира – понятие, наука, познание. И поэтому мысль отлагается и проявляется, прежде всего, в языке. Если человек говорит, я понимаю, но не могу выразить, значит, я не могу никому передать, то есть, я никакому другому человеку не могу передать, то есть, я не понимаю в человеческой форме. То есть, он остается только у меня, как у одного, одиночки. И никуда не может быть передано. То есть, это и не мысль. Язык – система понятий, с помощью которых человек получает, хранит, перерабатывает и передаёт знания. Любой язык – есть единство состава, совокупности знаков и структуры, грамматика, правила, коды. Когда мы говорим, пишем, мы кодируем значения мыслей в знаках. Когда мы слушаем, читаем, мы декодируем знаки, извлекая из них значения. Язык выполняет две основные функции – экспрессивную, средство выражения мыслей, и коммуникативную, средство связи. Языки делятся на естественные и искусственные. Естественные языки с виду аморфны, как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им смысла. В нём нет, в естественном языке, чётких критериев осмысленности и утверждений. Значение многих слов и выражений зависит не только от них самих, но и от их окружения. Пример. Беседуют два философа. Один говорит, вот два отрицания «Отрицания дают утверждение». А про утверждение такое не может быть. А второй говорит, ну да, конечно. «Отрицания дают утверждение». Видите, два утверждения. Ну да, конечно, дают отрицание. Почти все слова имеют несколько значений. Есть слова, которые не обозначают вообще никаких предметов. Существуют разные гипотезы возникновения языков. Подражание животным. Язык родился из рефлекторного выражения эмоций. Подражание звуком природы. Связывается с ритмичными звуками, сопровождающими некоторые виды коллективного труда. Но все эти гипотезы не объясняют, почему возник язык. Ведь и животные тоже слышат те же звуки природы. Реагируют на них, выражают эмоции. Но у них не возникает способность произносить речь и понимать другого. Но единственное такое научное и разумное объяснение дал проблеме возникновения языка. Энгельс, который говорил, что поскольку труд создал человека, а в процессе труда возникает необходимость общения, передачи сигналов. И, собственно говоря, в процессе труда и возникает язык. Язык родился из коллективного труда. Из коллективного труда, которое требует общения между участниками единого производственного процесса. Так, гносиология. Что такое гносиология? Ну, я думаю, что есть название, уже ясно. Гносиология – это знание о познании. Логос – это знание. А гносио – это познание. Знание о познании. Учение о познании как предмете философского анализа. Теория познания, гносиология – это раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, выявление условий достоверности и истинности познания. Термин «гносиология» введён в середине XIX века, но само учение возникло во времена античности. Наличие агностицизма свидетельствует, что познание – это сложный феномен, и здесь есть о чём рассуждать. Что такое агностицизм? Учение о том, что познать невозможно. Что познание невозможно. Нельзя познать истину. Вот в чём смысл учения агностицизма. Вот если бы, скажем, вы не захотели бы заниматься в университете, вы бы сказали, я сторонник агностицизма. То есть ничего нельзя познать, а раз ничего нельзя познать, нечего тут и сидеть. Гностики. Да, гностики говорят о том, что чё можно познать. А – это отрицание, агностицизм. Протагор. Пятый век нашей эры. О богах я не могу знать, есть они или нет их, потому что слишком много препятствует такому знанию. И вопрос тёмен, и людская жизнь коротка. А сейчас на это дело всё плюнули, и говорят, хоть и у студентов короткий период обучения, знаний дают им много-много. И от этого не отговориться. А Протагор вот отговорился бы от такого познания. Человек есть мера всех вещей. Как оно кажется, так оно и есть. Читал Протагор. Вот это красиво звучит, человек есть мера всех вещей. Ну так что, вещи будем мерить человеком или человека будем мерить вещами? Как-то не очень это, так сказать, превращать его просто в меру, в линейку такую. Или в гирю, с помощью которых, дескать, вот надо взвесить что-нибудь. Поставим человек и посмотрим, сколько человек это будет весить. Наверное, имел в виду другой. Наверное, имел в виду другой. Но вот всегда такие есть выражения, которые плохо выражены в языке. Они, с одной стороны, красивые, и с другой стороны, никакого однозначного смысла не имеют. Основателем научного античного скептицизма был Перрон. Четвёртый, третий век до новой эры. Что значит скептицизм? Что такое скепсис? Скажите, пожалуйста. Сомнения. Сомнения, да. Дескать, всё надо подвергать сомнению. Сомнительно. Вот чтобы я вам не сказал, а вы должны что, в скобочках писать? Сомнительно. У меня следующая мысль опять говорит. Сомнительно. Причём это вот всё подвергать сомнению – это уже высказывание Маркса. То есть скептицизм – это элемент всякого познания, прежде чем что-то принять. И тем более составить себе картину и превратить в убеждение, надо подвергнуть сомнению и добиться доказательств. Правильно? А не просто закладывать свою память некритически то, что вам говорят. Правильно? Ну, разные есть выражения этого. Например, вот Ленин писал следующее, что тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. То есть принимает без того, чтобы критически к этому отнестись. Мне это вот не понравилось, когда я первый раз прочитал, я стал дальше читать. А дальше написано, кто-то, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. То есть на слово верить нельзя. Поэтому скептицизм является непременным элементом действительно научного познания, если на этом всё не заканчивается. Если я только сомневаюсь и в этих сомнениях застрял, то это то же самое, что агностицизм. Правильно? То есть сомнительно всё это, и всё. И всё сомнительно, никакого знания нет. Вот Перрон считал, это IV-III век до н.э., считал, что всякому утверждению о предмете может быть с равным правом противопоставлено противоречащему суждению. Надо воздерживаться от диагрических суждений, делает он вывод. Но это вот начало, так сказать, философии, начало философского подхода и даже начало диалектики. А в диалектике как? Диалектика требует как раз каждому суждению поставить соответствие прямо противоположное. Но она различает между тем, что есть целое, а что есть момент. Вот общая форма противоречия такая, целая и свой момент. Вот хороший человек, это человек, у которого есть недостатки, или человек хороший, без недостатков? С недостатками. Так вот, если целое является положительное в человеке, это целое, а недостатки есть его отрицание, неопределяющим является этот человек, он хороший, но с недостатками, тогда эта форма получается такая, целая и отрицательный момент. А тогда положительная сторона человека не только целая, но и тоже она из-за этого отрицательного тоже свой момент. Тогда положительное, это целое и свой момент, а отрицательный момент, но в целом не является. И наоборот, подлец, негодяй. Но у каждого негодяя есть же хорошие какие-то качества, он, допустим, кошек любит. Людей убивает, а кошек он любит, кормит. Так если что он? Он как целый негодяй, а в нём есть положительные качества. Это лишь момент. А из этих положительных качеств, его отрицательные качества, тоже момент, вот они борются в нём. А побеждает отрицательное. Тогда отрицательное целое, а момент положительный. И ничего другого нет. Либо бывает что-то положительное с отрицанием, либо отрицательное с утверждением. Вопрос? Да. Но ведь, допустим, мы знаем, что вокруг в адаме, ну, в смысле, в адаме, в адаме, в адаме, как ядра вертится. А кто это мы? Вы про кого имеете в виду? Про себя или ещё вас? Какая компания? По результату всех этих людей. Так. Ну, мы же это знаем. Ну, так что? То есть это уже подверг... В чём вопрос? Вопрос в чём? Нет, в смысле, вот мы не можем уже подвергнуть сомнению. Почему это мы не можем? Мы можем, подвергнуть сомнению и спрашиваем, а кто это доказал, какой учёный, в каком году, когда совершено это открытие, с помощью каких приборов и так далее. То есть результат вот нашего сомнения состоит в том, что мы проводим, не просто берём на веру, а мы, так сказать, выясняем, как это было получено. И мы убеждаемся в том, что мы можем убедиться в том, что это так. Правильно? Без того, чтобы превращаться в физика. Так? А если нет никаких путей к выяснению, что здесь действительно так, тогда я не должен этому просто так верить. Сейчас вы скажете, что Земля – шестигранник. Почему я должен этому верить? Это моё ощущение, что она шестигранник. Так это ваши ощущения, а я-то при чём? Я не против ваших ощущений, я не спорю. А мы говорим не об ощущении вашем, а обознании. А знания – это всеобщее. Правильно? Это не индивидуальное что-то. Но ведь… Можно ещё вопрос? Да. Но ведь знание может противоречить логике? Нет. Потому что знание выражается логически. Не знание противоречит логике, а в знании может быть выражено противоречие. То есть в самом знании уже наличится противоречит. Не в знании, а в знании наличествует, конечно. Поскольку выяснили… У вас знание – это истина, это соответствие понятия объекту. Объект противоречив, значит, и знание об этом объекте тоже должно быть противоречивым. Оно отражает и ту, и другую сторону. Отсюда и всё построение диалектики. Тезис, антитезис, синтезис. Сначала одно положение, потом противоположное положение и итоговое. Вот даже в том примере, который был положительный человек, положительный человек в целом, но у нём же есть отрицание? Есть, значит, у него есть вот такой недостаток. Два. Но это недостаток? Раз недостаток, возвращаемся назад, к тому положительному. И берём уже теперь то положительное вот с включением этого отрицательного. Вот это и есть противоречие, как выражено и так, что одна сторона противоречия – это целый свой момент, а вторая – это только момент, а целого не образует. Это общая форма противоречия. Английский философ Дэвид Юм считал, 18 век, что природа держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и представляет нам лишь знание поверхностных качеств объектов. Ну вот какая-то вот в этих таких суждениях содержится попытка выразить неспособность познать, выразить как некое всеобщее, что если вообще никто не может познать, ну если он не познал, это не значит, что другие не познают. Или что человечество вообще не способно познать. Понятно, что открытие делают отнюдь не все. Народа очень много, а ученых очень мало. А больших и крупных ученых совсем мало. Правильно? Поэтому, когда мы говорим о способности познания, это вовсе не значит, что я вот сейчас, не сходя с места, сделаю 15 открытий в самых разных отраслях науки. Вряд ли стоит на это рассчитывать. Кант, Эммануил, 18 век, не сомневался в существовании вне сознания вещей в себе, но считал их непознаваемыми. За что его беспощадно раскритиковал Гегель. И дело в том, что Кант не только считал, что есть вещи в себе, то есть они, вот мы можем на них смотреть, но мы познать не можем. Ничего мы познать не можем, тайну этих вещей мы открыть не можем. А Гегель как с этим раскритался? Он сказал, ну что, мы очень хорошо знаем, что такое вещь пустая, неживая абстракция. Вот что такое эта вещь в себе. На самом деле, все познаваемое, человек все может познать. Тем более, сама идеалистическая позиция Гегеля этому способствовала, позиция объективного идеализма. Речь идет о том, что все, если выражение абсолютной идеи, абсолютная идея сама-то себя может познать. Уже в материалистическом воплощении та же мысль выглядит так. Если материя добирается в своей высшей форме в человеке до того, что она начинает познавать мир, то она приходит тем самым уже материя к материи, сама к себе. Материя познает сама себя в лице человека. В вашем лице материя познает мир. Это же хорошо? Вы как бы доверенное лицо материи. Она вам доверяет. Но не все оправдывают это доверие. Ну, скажем, даже больше можно сказать. Вот, скажем, здесь присутствующие молодые, так сказать, граждане России, они, по идее, должны сделать больше, чем предшествующее поколение, к которому я принадлежу. Иначе можно поставить вопрос, а зачем тогда это новое молодое поколение, если не может пойти дальше в познании мира и преобразовании его? Правильно? То есть оно топчется, так сказать, даже на том уровне, который ниже, чем у прошлого поколения. Но ведь можно... Вы ответственности предупреждены? Правильно. Но ведь можно преобразовать мир до полного его уничтожения. Это вы по себе судите? Да. Я так и понял. Вообще, когда вы собираетесь с уничтожением, а уничтожение, это не называется преобразованием. Преобразование – это красивое слово, которое представляет изменение образа и улучшение. Содержание этого понятия есть. Преобразование мира. А вы употребили слово уничтожение, вы хотите мир превратить в ничто. У вас все с собой? Водородная бомба в кармане? Собираем в рассуде. Собираем в рассуде. Или новичок у вас там в портфеле. Газа такая. Вот сейчас ищут как раз. Кто это сделал, новичок? А человек, чтобы незаметно было, сел на первую парту. Думает, раз на первую парту сел, это точно не он. Так, пойдем дальше. Основные формы и методы познания выделяет чувственное познание, которое дает нам знание лишь о внешних проявлениях объекта. Формы чувственного познания таковы. Ощущения, чувственный образ отдельных свойств объектов. Восприятие. Это чувственный образ объекта в совокупности всех его свойств. Представление. Говорят, у меня представление. Это я уже представляю. Я уже картину сам нарисовал. Не то, что я картину, так сказать, получил от вас, а я эту картину нарисовал в своей голове. Я представляю вас крокодилом. Это что значит? Это не значит, что вы крокодилы. Но я так представляю. У меня такое образное мышление. А вы можете сказать мне, а я вас представляю тараканом. И вы, так сказать, разошлись. Спокойно. Философы, они же могут без друга не так обойтись. Правда так? Поговорили и пошли. Так. В отличие от чувственного, логическое познание – это познание сущностное, глубинное. Оно безграничное. Форма чувственного познания, а то есть логического познания. И это что такое? Форма логического познания – это понятие, прежде всего. Это мысль, отражающая объекты в общих существенных признаках. Суждение – мысль, в которой что-либо о чём-либо утверждается или отрицается. Суждение может быть истинным или ложным. Ну вот, кстати, берём самое простое осуждение такое, осуждение на личном бытие. Розы есть растение. Все согласны? Да. Что здесь единичное? Роза. Что здесь всеобщее? Растение. Так розы и растения, они здесь ещё одно и то же? Роза через растение. Ну, если роза есть растение, значит, и растение – это роза. Роза. Это тождество? Вот это есть. Означает тождество или нет? Нет. Окажется, что это чисто тождественное утверждение. Оказывается, что это мы подводим единичное под всеобщее. Правильно? Роза подводится под вид. Род под вид под растение. Это значит, что кроме этой розы есть ещё и другое. И крапива есть в растении. А, то есть, роза – это, допустим, цветы. Все розы – это цветы, но не все цветы – это роза. Да. Совершенно правильно. Учитесь. Выведение нового суждения из других суждений называется умозаключением, которое бывает дедуктивными, индуктивными по аналогии. Ну, сразу скажем, что по аналогии рассуждения ничего не дают. Худший вид рассуждения по аналогии. Я встретил 15 серых лошадей. Значит, 16-я лошадь будет тоже серая. А она гнидая оказалась. Поэтому рассуждения по аналогии, их полно, можно сказать, вот в общественном сознании. Рассуждения даже исторические такие, что, я сказать, вот сейчас Россия переживает этап февраля. Я недавно прочитал. Какого февраля? 17-го года. А почему она февраля, а не марта 18-го переживает? Почему она переживает именно тот этап буквы? А потому что такая аналогия. А что это аналогия может? Аналогия ничего не доказывает. Это пустое утверждение. Или вот вид умозаключения может быть такой. Все люди смертны. Кай человек, значит, кай смерти. Вот так можно сказать. Все люди хорошие. Вот человек, значит, и он хороший. Что тут неправильно? Может быть, неправильно первое положение. Но если первое положение правильно, все уже, тут уже никуда не денешься. Иисус Христос не занимался науками. У него там другая. Он из области религии. Слушай вас. Громче. Я попросил, где именно из вот такой глаги? Как в мастере моря. Горячий. Да, в мастере моря. Понятно. Пошли, пробуй. Так. Ну пойдем дальше. Проблема истины в философии науки. Кто знает, что такое истина? В соответствии понятия объекта. Это вот одно понимание истины. Это понимание истины, если мы берем нашу деятельность человечеству только как отражающую мир. Вот мы отражаем мир, и все. Если мы добиваемся таких понятий, вырабатываем такие понятия, которые соответствуют объекту, это истинные знания. Если мы не нашли таких понятий, это не истинные знания. Но этим преобразующая деятельность человека не исчерпывается. Потому что человек не только отражает мир, как, собственно, на этом сделал акцент Фейерба, а он преобразовывает этот мир. А если речь вот об образовании мира, значит, сначала надо выработать идею в голове, в общественной голове или в конкретной голове. И потом в соответствии с этой идеей преобразовывать материальный мир. Ну вот мы имеем живой пример в виде вот этого нашего здания. Вы знаете, что в процессе природных катаклизмов какие только причудливые не мог картины принимать природные вещества. Скажем, скалы, в которых есть отверстия, в которых есть пещеры. Ну вот таких вот пещер, все эти прямоугольные, с окнами стеклянными, в которых еще, между прочим, стояли бы вот так стулья, вот такого нету в пещере. Нету такого в первую. То есть для того, чтобы такое появилось, это все материальный мир, правда? Материальный или нет? Материальный. Чтобы это появилось, сначала это должно появиться где? В голове. Причем в голове должен появиться не образ того мира, который есть, а образ того мира, который должен стать после того, как будет совершено это преобразование. То есть поэтому здесь дорога обратная. И выражение другое – истинное знание. Истина здесь состоит в том, чтобы вот этот объект соответствовал понятию. Вот тогда это истинная практика. Практика истинная, правда? Что она то, что человек задумал, то и реализовал. Только к нам на дни философии в Петербурге приезжал товарищ Степашин, который, когда он возглавлял счетную палату. Вот я его спрашиваю, а как вот насчет, вы там рассказывали, как вы там контролируете денежки, туда, миллиардцию, да, миллиард? А как вот концепция социально-экономического развития России на 20 лет, которая была распоряжением Путина утвердена в 2008 году? Как с ней-то дела обстоят, с выполнением? Он так сразу улыбался и говорит, ну, она корректируется. То есть не действительность преобразовывается в соответствии с замыслом, а замысел преобразовывается по мере того, как что-то денежки растаскиваются, куда-то это все уходит, и ничего не получается. Ну, ведь замысел всегда должен прийти и корректируется по мере его реализации. Что я вам сказал? Ну, например, может быть... Ну, вот, например, великий блоководец добивается того, чтобы эта армия противоположная была разгромлена, а не так, что давайте я сейчас скорректирую, пусть моя будет разгромлена, а она будет выиграть. Ну, это примере этого здания. Может, она сначала должна была построиться из гранита, а тут построили из каких-то... Это вы не знали, из чего построить. Архитекция, который знал, из чего ему построить. Вы по себе-то не судите. Колководец же тоже корректирует свои действия. Хороший колководец прежде всего делает так, чтобы корректировать пришлось свои действия противнику. Вот в чем... Он должен вам навязать свою волю, или вы должны навязать волю противнику? Ну, как вы... А вы настроены, как бы мне скорректировать? Давайте, мы сейчас вот с вами находимся на лекции, вы записываете, а потом приходите, рассказываете мне какую-нибудь билиберду на экзамене. Говорит, я скорректировал там то, что вы говорите. И я говорю, скорректировал. Хотел вам пять поставить, ставлю два. Все это мы... Вот мы квиты, скорректировали. А как же различные эффекты проектирования? Различные неожиданности закладываются в проекции, потому что, скажем, великие люди, такие как Сталин, он говорил, нельзя работать без резервов. Вот почему вы думаете, что если вы спланировали, составили план, то вы думаете, что все выполнят этот план. Так же нельзя думать. Значит, вы плохо думали. Значит, кто-то не выполнит. Раз кто-то не выполнит, и какое-то предприятие не поставит сто видов продукции другим предприятиям, а те тоже в ста предприятиям, и пошло, и получается цепная реакция невыполнения плана. А что нужно сделать? А нужно иметь резерв, полный комплект продукции, которая необходима на случай, если вот это предприятие, и, соответственно, любое другое, откажет. Гриппом все заболели, сейчас эпидемия гриппа, заболели, и что? Все, конец, скончилось. Так зашли из резервов берут и направляют и дальше, пока с этим разбираются предприятиям, а дальше экономика работает спокойно. Нельзя работать без резервов. Ну, и чем больше разболтана экономика, тем больше резервы должны быть. Чем меньше она разболтана, тем меньше резервы. Но если у вас резервов нет, вот корректировка состоит только в том, что вот следующему предприятию продукция поступит не от этого завода, а из резерва. А некоторые думают, что корректировка должна быть такая. Раз у нас была задача взять высоту, то корректировка состоит в том, что не взять эту высоту. Ничего себе корректировка. Это военное время, может быть, расценено, как вообще не выполнение приказа со всеми вытекающими последствиями. Если вот на примере, допустим, расстражения, допустим, по изначальному плану, то есть моя армия атакует левый фланг, но я вижу, что правый фланг у них расставлен. У вас, даже из вашего высказывания, выяснилось, что у вас план, с какой стороны кого атаковать есть, а задачу никакой вы не поставили. Вам нечего вообще корректировать, потому что вы должны сначала сформулировать задачу и ее решать в соответствии с изменившимися условиями. То есть если какие-то... Вот если вы окружили группировку вражескую, значит, как вы понимаете, оттуда будут люди выбиваться, так? Из окружения выбираться. Как они сделают? Они сформируют такой клин, отряд, и будут, значит, сделают там перевес сил на этом участке, будут выходить из окружения. А вы? А вы, значит, ну, раз они... Давайте откорректируем, что мы думали, что мы их окружим, а теперь скорректируем, что они ушли. А если местными группами... А я вам рассказываю, как было в Сталинграде. А там, значит, целый бронированный такой кулак, который, значит, сразу раз и запирал. Но все равно часть групп... Часть ушла. Но основная масса армии по ужасу осталась. Потому что задача была, какая, которая не корректировалась, окружить и добиться сдачи. Корректировалась эта задача или нет? Нет. А всякие мелочи, они... Вот почему... Ту-коррект, это не вообще... Это частное исправление. Исправлять. В деталях. А замысел у вас какой был? А вы замысел вообще не сказали. Вы будете наступать на правый фланг. У вас задача на правом фланге работать. А вообще разбить эту армию, у вас нет такой задачи? У вас именно справа бить надо. Непонятно. А если слева у вас ударит? Что будет? Так, пойдём дальше. Истина. То есть, вот два понятия истины. Одно отражение в понятии объекта, так, в соответствии понятия объекту, а второе – в соответствии объекта понятию при преобразовании мира. Истина объективна. То есть, содержание нашего знания не зависит ни от человека, ни от человечества. То есть, понимание истины как объективной следует её конкретность. Конкретность истины – это зависимость знаний от связей и взаимозависимости, присущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они существуют, развиваются. И если вы, скажем, если вы планируете, то вы противоречия ушли, учли того, что вы собираетесь преобразовывать. Или вы думали, что нет этих противоречий? Если вы думали, что нет этих противоречий, то вот по этому поводу есть такая поговорка «Гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить». Значит, вы так здорово придумали преобразовывать, что даже не учли, что вы провалитесь в какой-нибудь овраг на этом пути. И на этом закончится ваша путешествие. Важное место занимают такие формы истины, как абсолютная и относительно истины. Под абсолютной истиной в настоящее время понимается такого рода знание, которое тождественно предметов и потому не может быть опровергнуто при дальнейшем развитии познания. Вот человек ходит на двух ногах. Это истина не может быть опровергнута тем, что некоторые бегают на четвереньках, а некоторые ползут, наклюкавшись. Иногда ещё это называется «они ходят на бровях». Но истина всё равно абсолютная, что человек ходит на двух ногах. Прямохождение – это одно из свойств человека. Это и вот он вышел. И это отличает его от обезьяны. И наоборот, если человек ползёт или он никак не может подняться, значит, он или он инвалид, то есть инвалид – это что такое? Недействительный. Вэлит – действительный, инвалид – недействительный. Вы что-то так смотрите, как будто вы не знаете, что такое валидатор. Нас всех обучают иностранному языку не нашли русского слова для маленького приборщика, с помощью которого определяется. Заплатили вы или нет? Карточку прикладывать надо. Валидатор. Валидатор. Не знаю. Ну, это я думаю… Ну, у нас вот был геликоптер, так оказался вертолёт. Был аэроплан, оказался самолёт. А этот валидатор, наверное, вот он всех, никто даже думать про эту тему не хочет. До чего придумали. Это в Москве додумали из-за того, что вот эту самую вертушку сделать при входе в троллейбус. При входе. И там огромные очереди, люди там никак не могут разойти, и полупустые, и так они уезжают. Москва. А вот, значит, такая истина абсолютная может быть результатом познания отдельных сторон изучаемых объектов, констатации фактов. Окончательное знание определённых аспектов действительности. Ну, то, что у вас одна голова, это окончательно истина или нет? Или у вас есть надежда, что вторая отрастёт? Ну, если надежда есть, что вторая отрастёт, поэтому этого не надо жалеть голову. Она если отрастёт, вторая, это будет умнее, лучше и красивее. то содержание относительно истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания. Полное, актуальное, никогда не, далеко не достижимое знание о мире. Это уже это вот то, что мы имеем. Относительно истины – это неполное знание о том же самом предмете. Неполное знание о предмете. Истина во все времена остаётся истиной, поэтому относительно истина – это истина объективная, исключающая заблуждение и ложь. Сейчас как борются с объективной истиной или с истиной? Очень просто. Вместо такого монистического понимания истеры говорят, у нас сейчас плюралистическая позиция. Что такое плюрал? Ну, на иностранном языке много, а дескать много-много, вот и это правильно, и это правильно, и это правильно, и это правильно. Много-много-много разных суждений. И тогда вот эта истинная позиция, она засыпана множеством ложных утверждений. Она тонет ложных утверждений. Вот есть такая большая книга Валентины Даниловны Скоржинской, профессора о ревизионизме в Чехословакии. И она говорит, что основой ревизионизма является и антикоммунизм, и является релятивизм. Против коммунизма не выступает. Это, говорит, у вас одна концепция, а ещё вот такая есть концепция, такая, вот такая, вот такая, вот такая. И, так сказать, одна из этих, и ваша тоже правая, хорошая, и ваша хорошая, и ваша хорошая, и всё. И уже нету никакой истины. И истина потонула в ложных утверждениях. А не так, что просто противопоставляет, говорят, вот это. Ну, скажем, антикоммунизм никакой конструктивной концепции не стал, и не может стать. Поэтому, скажем, вот, в связи с тем, что у нас в СССР, России, коммунизм разрушен на сегодняшний день, и антикоммунизм разрушен, потому что у него никакого положительного содержания нет, а против коммунизма выступает, нет предмета. И поэтому у нас исчез антикоммунизм. Вы заметили? Антикоммунизма нет. И какие фигуры самые такие распространённые, уважаемые, как начинают опросы делать, получается, Ленина и Сталин на первых местах. Так у нас же буржуазные строят. А что сделать? Ничего не поделаешь. Есть когерентная концепция истины. Истинное знание – это самосогласованное, непротиворечивое знание. Основоположник Эммануил Кант. Он, конечно, основоположник, но, с другой стороны, он говорил, что нельзя понять вещь в себе, поэтому у него, собственно говоря, истина не доходит ни до каких глубин, поэтому можно её спокойно согласовывать. А что значит согласованное, непротиворечивое? Это значит недилектическое. Что значит недилектическое? Не отражает противоречие. А раз не отражает противоречие, то она и истинная. Сюда следует, что, так сказать, так называемые когерентные концепции истины не являются истинной концепцией. Не истинно, другими словами. Вот такой учёный Нейрат писал, что истинность научного знания в том, что всё знание представляет самую самозагласованную систему. А Гегель наставил, что не знание всё представляет, а что если у вас есть научная система в какой-нибудь науке, это большое её достижение, что это очень большой труд представить знание в той или иной отрасли науки как единую научную систему. А система чем отличается? У неё есть начало как неразвитый результат и результат как развернутое начало. Вот это задача. Задача очень сложная. Ещё Парменит и Зенон считали, что соответствие знаний действительности может быть удостоверено не путём наблюдения, которые не дают достоверного знания, а лишь путём установления непротиворечивости знаний. Действительность противоречива, вся действительность противоречива, а вот первые философы и первые учёные всё пытались получить непротиворечивое отражение противоречивого мира. А раз непротиворечивое отражение противоречивого мира, значит, нет соответствия понятия объекту, то есть нет истины. Прагматическая концепция истины. Прагматическая концепция говорит о том, что прагматики, то есть люди отказались от решения вопроса в принципе о познании. Говорят, ну чего познаем, то и познаем. Это Пирс, Джемс. Истинное утверждение состоит в его согласии с конечным критерием. А этот критерий есть полезность данного утверждения для действия. Если мне полезна, это истина. Вам полезна, вам для вас это истина. Если я у вас сейчас деньги заберу, это полезно для меня. Если вы у меня заберете, это полезно для вас. У меня одна истина, у вас другая есть. Давайте дружить. Но деньги давайте мне. В настоящее время распространен подход, называемый элиминационным. Истина – это неопределенное понятие, ведущее к трудностям. Необходимо искать более удобные понятия, например, соглашения или иные заместители. Вместо того, чтобы выяснить, что это такое, давайте кого-нибудь заключим соглашение о том. Будем считать, что это вот это. Сразу приведу пример и вопрос на засып. Общество – это что? Общество. Значит, мы находимся с вами в Институте истории. У вас курс первый. Экзамен сдан за первый семестр. Так? И что такое общество? Не понял? Общество. Что такое? Что вы нас спрашиваете? Вы так смотрите, что вы нас спрашиваете? Мы историки. Как мы можем знать, что такое общество, да? Это человечество со всеми и его социальными связями. А с кем оно связано, это социальное человечество? Это так загадочно у вас звучит. Человечество с его социальными связями. А социальные связи у него с кем человечество? А? Человечество само с собой связано социальными связями. Опутано все с пятими социальными человечества. Какая-то сложная. Это сами придумали такое? Какие еще гипотезы? Что такое людей? То есть людей. Это население, граждане. Вот милиционеры, они считают, что у нас общество гражданское. Они подходят и говорят, гражданин, пройдемте. Они рассматривают это как совокупность людей. А следователи считают, что это если вы на свободе, значит еще просто мы не доработали в отношении вас. По-разному совокупность людей. Население тоже совокупность людей, но проживающих на какой-то территории. Правильно? То есть люди взятые россыпью. Вот ваша точка зрения про общество. Вы берете людей. Тут вот товарищи сначала опутал все общество, само себя. А вы вообще взяли россыпью, взяли это все, а воську вы растрясли людей, высыпали и выдали за определение общества. Вот ваш вклад. Какие еще есть тут гипотезы? Учитесь у великого китайского народа? Общество. Не, ну великий китайский народ, он же берет знания тоже со всего мира. Это нормально. Но он берет его, а не выкидывает знания, как некоторые. Вот если сдали экзамен и выкинули то, что было в головах. Нет, надо же его держать. Значит, общество вместе с отношениями между людьми. Это люди вместе с их отношениями. Не общество с общественными отношениями. А люди с отношениями. Так. Но можно вырыть? Давайте, говорит, договоримся по сходной цене. А как, что будем считать общество? Ну, давайте. Сколько вы даете денег, чтобы мы считали, что общество это просто люди россыпью? Дайте каждому по тысяче рублей, и мы с вами согласимся. Сейчас общество такое. Какой здесь аргумент главный в современном общий. Деньги? Ну, так я не вижу. Сейчас вы так улыбаетесь. Давайте, несите, где у вас там запрятано. Вон у нас один кандидат. У него миллионы было. По полтора миллиона в месяц получал. И рассказывал, что это зарплата. Вы верите, что у Грудинина эта зарплата была полтора миллиона? Почему нет? А вот вы верите, да? А вы знаете, что зарплата это что такое? Это цена рабочей силы. Цена рабочей силы может быть такой? А доход – это другое дело. А доход в этом… Этот доход может состоять из прибавочной стоимости. А называть я его как хочу называю. Вот давайте я сейчас у вас деньги заберу, скажу, это моя зарплата. Могу сказать? Ну, если совести нет, могу. Почему нет? Не сказать-то надо. Вам же Грудинин прямо говорил, что мы не выплачиваем дивиденды. То есть представьте, что вы акционеры. Вот их много. У меня 44%, как у Грудинина. А нас вот еще двое сидит. Потому что у меня 44%, мне надо, чтобы было больше 50%, чтобы я мог спокойно руководить и принимать все решения. То есть у вас 5 долей, а у вас 5 акций, а у меня 5%, а у вас еще 2. 7. 44 плюс 7 сколько получается? 51. Все. Собираем теперь акционерное собрание и решаем. Дивиденды не выплачивают. То есть никому вот что есть присутствует, акционерам, ни копейки не платить. Никогда. Если вы внимательно слушали, когда он выступал, говорит, дивиденды мы не выплачиваем. То есть мы какие-то там общие расходы делаем, что-то там, выставку, витрину делаем, а прибыль куда идет? Ну, куда она идет? Нас вот трое. Вот мы решим, это мне зарплата самая большая, ему зарплата, у него же 5%, поменьше. Ну, у вас 2%, то еще поменьше. И вот мы это все оформляем как зарплата. То есть что нам мешает написать, что это зарплата? Ничего не мешает. Но ведь по нашим законам в акционерных обществах выплат дивидендов решает с какими-нибудь 75% собраниями. Не рассказывайте. Не 75%, а 50%. Это во-первых. Во-вторых, если вы бы читали закон о вакционерных обществах, то первое собрание, на котором нет более 50 человек, более 50% актов недействительное. А второе собрание действительно при любом проценте акций, даже если пришли на собрание 13%, вот они все и решают. Не придумывайте насчет двух третей. Не придумывайте то, чего нету. Вы не знаете права. Вы не можете решить, вы не знаете, что написано в праве. Ваш устав не может противоречить закону. Так увидите это, товарищ. В смысле, он же не противоречит закон, просто мы решим по-другому. Так, этот товарищ нам не нравится. Знаете, у кого там 3%? Кто хочет большую прибыль под видом зарплаты. Садитесь на его место, пусть уходит. Проблема критерий истины. Практика и ее роль в познании. Декарт, Спиноза, Лебнец в качестве критерия истины предлагали ясность и отчетливость мыслимого. Вот если вы так ясно сказали, что 75%, это значит и истина. Потому что все ясно и понятно. 75% надо. Откуда вы это взяли, уже неважно. Эти истины, результат, естественно, света разума. Вот прямо от вас и исходит он. Почему здесь мне приятно сидеть, что от вас прямо свет разума так и идет? От него больше идет, чем от вас. Не знаю почему. А, он почти блондин. От него свет разума так и идет. Но ясность и очевидность – это субъективные состояния сознания. Второй критерий истины. Общая значимость. Истина – то, что соответствует мнению большинства. Давайте проголосуем, что земля носит прямоугольную форму, имеет. Если большинство за это проголосует, то так оно и тому и быть. Правильно? Большинство. Большинство же хочет, чтобы с ним соглашались. Пример хотите? Вот когда был референдум по Советскому Союзу. 17 марта 1991 года. Какой вопрос там был на референдуме? Никто не знает. Сохранение СССР как союз суверенный государство сохранение СССР или разрушение СССР? Разрушение. 70% проголосовало за разрушение СССР. Ну да, она же проголосовала. Ну, значит, это истина. А потом? А потом сами же говорят, мы голосовали за сохранение. Так что, сохранение как уже как разрушено, а? Уже не голосовали против. Не понял. В смысле, там же у СССР был вопрос, да или нет? А если проголосовали... Ну, да, вот те, кто да, проголосовали за разрушение СССР. А те, кто проголосовали, нет. А те, кто против, были не из-за разрушения СССР. Так, так вот, то есть это, так сказать, большинство голосов это истина не дает. Более того, сколько человек делает открытие, как правило, в науке? Большинство или меньшинство? Даже не просто меньшинство. Один, максимум два. Правда? Вот неизвестно еще, Маркс и Энгелес вместе писали одной ручкой или по очереди как? Не планируют. А? Не планируют. Не, ну если они Маркс и Энгелес, значит, наверное, вместе одной ручкой и писали. Так. Критерием истины в рамках когерентной теории истины является логическая непротиворечивость знания. А исключение логических противоречий означает недиалектичность знания и как раз несоответствие или неполное соответствие тому, что есть в жизни. Правильно? Жизнь вся противоречива, а мы тут придумали, что все будет у нас непротиворечиво. Прагматическая концепция истины делает акцент на внетеоретические критерии, считая полезность, эффективность знания решающим критерием. Вот полезно считать, что этот телефон вам не нужен. А мне нужен. Давайте посоветуемся с товарищами. Молчат товарищи, не хотят меня поддержать. Ладно. Подождем до экзамена. Как это говорится? Я не злопамятный. Но и не забуду. Конвенционалистская концепция. Решающий критерий считает в согласии научного сообщества. Давайте согласимся. Поскольку вопрос об истинности той или иной теории в итоге решает научное сообщество, то само согласие должно служить окончательным критерием истинности. Вот у нас как решается. Так оно и есть. Тут что-то в этом есть. Вот, скажем, когда докторскую диссертацию рассматривает Советский, сколько нужно процентов голосов, чтобы она прошла? Две трети. Две трети. Не менее двух третей. Или кандидатская, или докторская, не менее двух третей. Значит, смотрите, какое тут противоречие получается. Истинно добывает один. Два. А надо, чтобы проголосовала две трети. Вот вы пришли, молодой, а мы сидим, профессора. И он хочет, чтобы он рядом с нами стоял? И так, в таком же был положении. Сейчас мы ему покажем. Прямо вам будет две трети. Если пятьдесят процентов получите, и то будет хорошо. И это бывает. Поэтому мы наблюдаем, что хорошие диссертации реже проходят, чем плохие. Ну, плохие никого не затрагивают. Сидят, все спят. Проголосовали, прошла. А если это серьёзная работа, то, может быть, как раз и задержка большая. Так. Марксистская концепция. Ведущий критерий истины – это практика. Если практика подтверждает, значит истина. Седьмой вид. Концепции, критикующие понятия критерия истины. Ещё Кант считал, что понятие всеобщего критерия истины является безнодержательным. Поппер делает вывод, что точно фиксируемого универсального критерия истины вообще не существует. Поэтому нет смысла заниматься его поисками. Тот, кто его не нашёл, тот говорит, не надо ничего бы вообще искать. Что такое практика? Это целесообразная, сознательная деятельность людей, направленная на преобразование окружающего мира. Конечно, к критерию истины надо относиться системно, и всё-таки решающая проверка истинности знаний за практикой. Переходим к рассмотрению философских концепций человека. Фамилия человека не указана. Почему не указана? А потому что были концепции человека даже у древних греков. Но они как-то не акцентировали внимание на том, что рабы, они человеком не считаются. Поэтому это точно этот человек, но он не раб. А раб не человек. Термин «антропология» был введён Аристотелем для обозначения совокупности знаний о духовной стороне человеческого общества. С XVI века термин стали использовать по отношению к знаниям о физическом строении человеческого тела. Французские материалисты XVIII века понимали под «антропологией» знания о духовной и материальной стороне человека. Эммануил Кант различал физиологическую антропологию, исследование того, что делает из человека природа, и антропологию прагматическую, исследование того, что делает или может сделать человек сам из себя. Вопрос о том, что есть человек, возникает и получает свой первый ответ ещё задолго до того, как сложилась философия. Идея человека пронизывала мышление греков, и свидетельством этого является антропоморфизм древнегреческой религии и космологии. Но именно в V веке до н.э. человек во всей полноте своего бытия оказывается в центре внимания философии. Греческую цивилизацию с полным основанием именуют гуманизмом, поскольку её завоевания были направлены на то, чтобы увеличить власть человека над природой, укрепить его положение в обществе, найти и утвердить подлинную сущность человека, его достоинство и благо. Большинство людей из этой гуманистической концепции, то есть рабы, и включается при этом. А так всё гуманистическое. Но раба можно убить, потому что он не человек. Нам сейчас запрещаются какие-то меры принимать, кроме от убеждений. Мы не можем. Прав нам не дали. Как преподавать в таких условиях? Не знаю. Вот в Англии там можно линейками стучать по головам. Мы это осуждаем. Голова – это же не для линейки, это для знаний. Ну, они привыкли к колониальному господству. А у нас давно отменили крепостное право. Обычно создателем первой философии человека называют Сократа. По словам Цесарона, он первым спустил философию с небес на землю, поселил её в городах и домах, научил людей размышлять о жизни и нравах, о добре и зле. Но ещё до Сократа появляется школа софистов, которые видели свою задачу в просвещении людей, в том, чтобы сделать философию и науку действенными факторами жизни. Но это что-то он мне напоминает наше время. В противовес древнегреческой идее, что добродетели не учатся, а с ней рождаются софисты, выдвигает просветительский лозунг – добродетелям можно научиться. Под добродетелью греки понимали не только моральные качества, а всю совокупность человеческих способностей. Вслед за софистами Сократ тоже отмежевывается от ранней космологической проблематики и обращается к миру человека. Но если для софистов человек – центр культуры, её творец во всех её проявлениях, то для Сократа человек только тот, кто познаёт и творит добро. Божественно санкционируя этическое познание, Сократ призывает познать самого себя. Он говорит – познавай, ищи самого себя, испытай себя, знающий ли, добр ли ты или нет. Сократ обращается не к человеку вообще, а к данному конкретному индивиду. Платон был прямым наследником Сократа. Ну вот это очень отличается от того, что мы рассматривали, и от этого отличается христианская концепция человека. Раннее христианство выдвигает идею бессмертия отдельной человеческой души. Раб от природы такой же человек, как и другие. С другой стороны, вот в религиозной системе эта проблема богатых и бедных решена очень хорошо. Если сказать – я богатый, а богатый может попасть в рай с такой же вероятностью, как верблюд может пройти через угольное ушко. Скорее верблюд пройдет через угольное ушко, чем богатый попадет в рай. Поскольку я богатый, то сейчас у меня будут все деньги, а у вас не будет. Потому что вы-то в рай попадете, а я-то в рай не попаду. Вам все время будет там вечное блаженство, поэтому деньги, пожалуйста, сдайте сюда. Но ведь в протоконтизме говорится, что чем ты богаче, тем больше трудишься, тем более угоден Богу. А у нас православие. Ну, не все люди православные. А мы православные атеисты. Не все же православные атеисты. Так вот, раннее уже христианство утверждает, что раб от природы такой же человек, как и другие. А с другой стороны, все люди рабы. Обратите внимание, раб Божий. Так, вы хотите быть рабами Божьими? Нет. Нет? Кто не хочет быть рабом Божьим? Бог покарает вас. Бог-то покарает. Будете потом в гиене огненной? Корректор. Вот она на четвертом курсе у нас в институте вела. Одна вот я хочу спрашивать. Я говорю, Бог же, он пастырь. То есть кто такой? А вы паства. То есть кто? Он бы как бы пастуха, а вы как бы бараны. А вы девушка овечка. Вы как, хотите быть овечкой? Я говорю, хочу. И до конца она так и выдержала, до самого конца занятия. Она овца. И будет овцой. Глупая. А? Овца еще не глупая живет. Где оскорбляйте девушку-то? Не по девушке, а по рамец. Ну, будете бараном, если я... А что, вы по себе, что ли, считаете? Нет, я по овцам. Ну, вы же раб Божий. Если я сейчас вот стою на позиции, я вот иду по ходу дела, так сказать. Вот сейчас у меня позиция какая? Христианская. Вот я как Бог, а вы паства. Ну, я преподаватель, а вы студент. Я же как бы так, да? А паства, и кто вы такие тогда? Ну, может, вы тогда кто? Ну, вы кто тогда? Не надо про других, про себя. Лучше кто? Лучше козел. Нет, козел нет. Козел, он их употребляет, когда мясокомбинат вот, идет впереди козел, за ним идут бараны и овцы. А потом козла раз, перед тем, как уже идти на мясорубку. А эти туда и идут дальше, и все, и все пропали. И вам сосиски. А как вы думаете, делают сосиски? Как-нибудь по-другому? Нет, ну... Козел. Козел – это у него другая функция. Но он же непротоярный. То есть, есть желающие попасть во вновь, то есть, на сосиски. Так вот, согласно этому христианскому уже, христианской концепции человека, раб от природы такой же человек, как и другие. Христианство приравнивает рабов и свободных, но уже не по природе, а по духу. Христианство предлагает равенство. Но это не действительное равенство, а идеальное. Вот когда у вас души улетят на том свете, все будут равны. А сейчас, чем больше вы мучаетесь, тем лучше вам будет там. Давайте я вам на экзамене поставлю два, а там вам поставят пять. А можно на рашу сразу вниз туда? А если бы я... Там я не работаю. Я работаю тут. А те вам поставят, вам пять. Те, кто там работают. Тогда лучше придумать пересдачу. Так они раньше улетели туда. А я еще пока здесь. Но если вы дождетесь, может быть, я вам поставлю. Ну вы же придете, в конце концов. За мной же ведь придете. Я вам там обязательно пять поставлю. Сейчас вам гарантирую. Все слышали? Я вам обещаю поставить пять на небесах. Можете даже не сдавать. А если бы я на небесах не попаду, тогда вам не повезло. Одним из наиболее ценных приобретений этого этапа была идея бессмертия. Однократности и самоценности человеческой личности, которая развивается в рамках христианской философии. Вот вы бессмертны. А вы выбираете какую-то философию, где вы смертны. Ну подумайте сами, какую надо выбрать философию. Это скучно бессмертию. Это вам скучно. Ну да, поэтому... Ладно, мы без вас будем жить. Августин Блаженный в своем учении придает большое значение христианским идеям бессмертия человеческой души, грехопадения и искупления, но сохраняет неизменным принцип подчинения человека абсолютным нормам потустороннего мира. У Августина, как и в платонизме, человек остается во власти абсолютных и общезначимых сущностей божественного миропорядка. Но вместе с тем Августин ищет пути приобщения и подчинения этой живой человеческой личности божественному миропорядку. Вот какой хотел Господь устроить божественный миропорядок? Можно это определить, изучая Библию. Что вы знаете, дорогие друзья, про древо, на котором росли яблоки, из которого Адам и Ева яблочко – это одно сорвали, да и надкусили. Вроде были платы. Что это за древо? Древо познания добра и зла. И как, уважаемый господин Бог, сокращенно Господь Бог, как он отнесся к тому, чтобы люди, первые люди, решили узнать, что добро, а что зло? – Отрицательно. – Отрицательно. – Отрицательно. – Вот смотри, я вот как экзаменатор отношусь положительно, если вы придете, и покажете, что вы знаете то, что я преподавал. То есть, а он, вот если вы придете и будете знать, я должен вас прогнать из этого, из рая, и чтобы вы всю жизнь работали, и дети ваши, и внуки ваши, и так далее, и так далее, и так далее. – Чтобы вы не знали, что добро, а что зло. Это страшное преступление перед Богом, что вы хотели узнать, что добро и что зло, и быть как мы, как боги. Так ведь написано в Писании? Вы что захотели? – Да, вопрос. – Все. – Какие могут быть вопросы, если я уже бог? – Вы видите, все, что в мире приходит, это ваш план изначально. Значит, и… – Нет, мы же с вами обсуждали, я план скорректировал. – Ну вот, значит, и вкушение с требованием было вложено частью плана. – Нет. Это нарушение, это нарушение самой сердцевины моего плана, поэтому вас изгоняю из рая, и будете вы в поте лица своего добывать хлеб свой. Вот так. И если сейчас говорят, что дети за отцов там и матерей не отвечают, то ваши дети будут отвечать за вас. Имейте в виду. Ну так поступил бог? – Все. – Все отвечают. Ну, страшно это. Как вам личность этого бога? – Сомнительная. – Сомнительная личность. Не знаю. Так. Душа человека рассматривается Августином в различных ее проявлениях, как некая в себе самой замкнутая субстанция. Решающее значение для нравственной жизни имеет не интеллект, а воля. Любовь противопоставляется теории, вера – знанию, живая надежда – рациональной вере. В отличие от более поздней рационалистической философии, Августин выдвигает принцип душевной и эмоциональной приверженности богу. Не принцип знания, а принцип любви. Нечего рассуждать про то, там, наказал бог, не наказал. Любить надо бога, и все. И тогда вы спасетесь. А так вы не спасетесь. В тесной связи с этим находится его учение о предопределенности, согласно которым бог заранее определяет свое отношение к людям. Все уже заранее определено. С вами все ясно. Заранее неся им свою милость и наказание, независимо от их заслуг и поступков. Неважны ваши поступки. Это у вас земное дело. Сделал что-то нехорошее, наказывает. Сделал хорошее, хвалит. А у бога независимо от заслуг и поступков. А потому что это вы своим умишкам так размышляете. А у бога у него совсем другое промышление. В отличие от Августина, от Августина Фома Аквинский связывает христианское учение с философией Аристотеля. Он также понимает бытие бога в духе христианской религии, признает творение мира из ничего и бессмертия человеческой души. Но душа не существует для земной жизни, она создается богом и знания приобретает не путем воспоминаний, как у Платона, а через чувственное восприятие. Человек – частица, установленного богом миропорядка и занимает заранее отведенное ему место. Вот ваше место здесь на первой парте, но заранее уже отведено. Ценность жизни и поступков определяется тем, насколько она соответствует этому данному порядку. Всё. Человек нового времени. Реформация всё испортила. Противовес средневековой идеи внешнего мира порядка выдвигает положение о каком? О живом, индивидуальном и однократном характере встречи человека с Богом и о личной ответственности верующего за свои убеждения. Человек, как абсолютно греховное и падшее существо, отделяется от Бога. Отца, его идею непосредственно разгласила личную и внутреннюю веру единственным путём спасения. Личная внутренняя вера – единственный путь вашего спасения. Религиозная идея извечной греховности человека и аскетизма о возрождении противопоставляет свои доказательства рождённого стремления человека к добру, счастью и всестороннему совершенству. Идея целостности человеческой природы и неразрушимого единства её духовного и телесного. В этики эпохи возрождения получают своё развитие и распространение эпикурианства, что соответствует господствующим тогда идеалам гуманизма, той жажде земного счастья, всестороннего развития личностей, которые были характерны для раннего буржуазного мироощущения. Чьего мироощущения? Там тоже была проблема с этими личностями. Есть личности буржуазия, а есть личности рабочие. Но сейчас они у всех. И сейчас то же самое. Вот у нас в прошлом году в 2017 по-прежнему продолжалось снижение реального содержания заработной платы трудящихся. Однако же число людей, которые обладают достоянием в 500 миллионов долларов, выросло на 22% в 2017 год. Вы гордитесь нашими достижениями в области экономики? Да. Ну, конечно, вы не попали в этот процент. Но приятно же знать, что у нас Россия может гордиться, что у нас на 2%. Где еще такой рост? Нигде нету. Всего и сколько стало? А? Всего и сколько стало? Не знаю. Не сообщили. Ну, это очень много. В любом случае. Ну, не знаю. Не много, но и не мало. Рационализм античных мыслителей, платоновский дуализм души и тела обновляется в философии Декарта. В духе рационализма Декарт видит сущность человека в мышлении, в разумности. Начиная с сомнения истинности общепризнанного знания, Декарт путем логических рассуждений приходит к признанию первого достоверного факта, самого сомнения, а следовательно и мышление, и уж через него существование мыслящего существа человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Ну, верно и обратно, наверное, что мы и без Декарта могли получить, что я существую, следовательно, я мыслю, если я человек. Так, единственным достоверным признаком человеческого существования, определяющим природу человека утверждается мышление, интеллект. Природное, биологическое и общественное, социальное в человеке, антропа, социогенез и его комплексный характер. Мы с вами разбирали вопрос о сущности человека, да, и выяснили, что она у него социальная, и много слов тут не нужно. Что такое человек? Каково место человека в природе? Вечно ли существует человек, или он возник на каком-то этапе развития мира? Если он возник исторически, то каким образом? Каким было его раннее существование? В чем состоит его предназначение? Эти тесно связанные между собой вопросы издавна волновали людей. Ответы на них определялись достигнутым уровнем развития науки, естествознания, философскими и идеологическими позициями мыслителей и ученых. Несмотря на ряд гениальных догадок, проблема происхождения человека и общества в древности и средневековье была покрыта наслоением мифологии, мистики, религиозных домыслов, умозрительных спекуляций, далеких от доказательности и обоснованности. Настоящий переворот в накоплении антропологических и этнографических данных начинается в эпоху великих географических открытий в конце XV века. В конце XIX и XX века материалистическое естествознание в тесном союзе с гуманитарными и общественными науками существенно продвинулись в решении проблемы происхождения человека и общества. Следующий шаг в понимании первобытной истории человечества связан с построением таких общих схем всемирноисторического процесса, в которых народы заморских стран выступали как представители ранней ступени развития человечества. значительную значительную роль в разработке этих теорий сыграли великие французские просветители XVIII века Руссо, Дидро, Мандельские, Вольтер, Кондерсе и другие. Одни из них, в частности, Руссо и Дидро, идеализировали первобытность, представляли ее как золотой век человечества. Все основные позитивные качества которого утеряны последующими поколениями в эпоху цивилизации. Другие, например, Кондерсе, разрабатывали концепции исторического прогресса человеческой истории, разума и культуры. Благодаря развитию разума человек проходит определенные ступени общественного устройства от охоты и рыболовства к одомашниванию животных эпоха рабства, от него к земледелию эпоха феодализма. Первоначально каменные орудия древних людей, которые случайно находили в земле, не рассматривались как предметы, имеющие отношение к истории человечества. Их считали талисманами, посланиями богов, которые боги метают вместе с молнией на землю. Молнии туда, каменные ножи, топоры. Но уже в XVIII веке возник интерес к изучению найденных в роскопах орудий труда и предметов по утвари первобытных людей, ведь именно такими инструментами пользовались первобытные народы Нового Света Африки и Южной Азии. В первой половине XVIII века все чаще высказываются мысли о существовании каменного века у древних людей, о том, что каменные предметы – это выполненные в незапамятные времена произведения рук человеческих, что человек существовал задолго до дамы до дамы и евы. Сначала такие заявления резко отторгались не только церковными, но и научными кругами. В 1730 году в Парижской Академии письменности и изящной литературы разразился публичный скандал после доклада одного французского исследователя и литературы о каменных орудиях древних людей. Академики устроили ему обструкцию, требуя от него признания возможности образования каменных орудий в процессе физических реакций и в воздухе, вызываемых ударами молний. В середине XVIII века Кал Линей положил начало научному представлению о происхождении человека. В своей системе природы 1735 год он отнёс человека к животному миру, помещая его в своей классификации рядом с человекообразными обезьянами. Интересно, что Линей, подчёркиваю, родство человека и человекообразных обезьян, называет орангутана Homo Silvetris, человек лесной. В XVIII веке зарождается и научная приматология. Так, в 1766 году появилась научная работа Бюфона об орангутане. Голландский анатом Кампер показал значительное сходство в строении основных органов человека и животных. Всё это позволило поставить на принципиально новую научную основу вопрос о границах между человеком и высшими приматами. В XVIII первой половине XIX века археологи, палеонтологи, этнографы накопили эмпирический материал по объему уже достаточный для разработки научной теории антропа социогенеза. Особый интерес здесь представляет исследование французского археолога Буше Декровкер Деперта. В 1840-1850-х годах он искал, собирал грубо оббитые каменные орудия и доказывал, что это орудие труда первобытного человека, жившего одновременно с древним носорогом, мамонтом и тому подобное. Открытия археолога отодвигали происхождение человека в такую глубь тысячелетий, что опрокидывали библейскую хронологию. Не случайно креационисты и клерикально настроенные ученые встретили эти открытия в штыки. Длительная его борьба с консервативными французскими академическими кругами была полна драматизма, а временами носила чуть ли не детективный характер. Только в 1860-х годах его идеи признали в науке. В 1862 году в археологии для периодизации истории каменного века были введены понятия палеолит и неолит. Учение Дарвина как основа материалистической теории антропогенеза. В первой половине 19 века создаются и теоретические предпосылки для создания научного учения о происхождении человека. Они связаны с развитием в биологии идеи эволюции органических форм. В свете этой идеи эмпирический материал о древнейшем прошлом человечества получил качественно новое теоретическое толкование. Однако вопросы о происхождении человека выводились за рамки эволюции живого и долго рассматривались в духе согласия с основными религиозными догмами творения человека Богом. Даже Ламарк не решался довести до логического завершения идеи эволюции человека, то есть до отрицания роли Бога в происхождении человека. Он завершил разбор проблемы происхождения человека в своей философии и зоологии словами об ином происхождении человека, чем только лишь от животных. В 1871 году вышел в свет труд Дарвина «Происхождение человека и баловой отбор», в котором на громадном фактическом материале и сравнительной анатомии географии, истории и археологии Дарвин обосновал два кардинально важных положения о животном происхождении человека и о том, что современные человекообразные обезьяны представляют собой боковые ветви его эволюции, а человек ведет свое происхождение от каких-то вымерших более нейтральных форм. Хотя идеи Дарвина не были приняты лирикалами и креационистами, подвергались нападкам со стороны священнослужителей и реакционеров самых разных мастей, тем не менее последующее развитие учения о происхождении человека было возможно только в русле естественно-научного материалистического мировоззрения. «Тот, кто не смотрит подобное дикарю на явление природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения», писал Дарвин. После работы Дарвина материалистическое положение о животном происхождении человека стало кругольным камнем теории антропосоциогенеза. «Поскольку человек это не только биологическое, но и социальное существо, то его происхождение нельзя свести к действию исключительно биологических факторов эволюции. На определенном этапе в биологическую эволюцию предков человека должен был включиться еще некоторый надбиологический и социокультурный фактор». Какой же это фактор? А ответ на этот вопрос дал Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». В ее основе лежит идея о том, что труд не только средство преобразования окружающей среды и удовлетворения потребностей человека, но и средство изменения самого человека. Именно трудовая деятельность является всеобщим основанием человеческого бытия, а вместе с тем и решающим критерием, разграничивающим человека и его животных предков человекообразных обезьян. Идея о роли труда в происхождении человека и общества не потеряла свое значение по сей день. Все специалисты по древней археологии, палеоантропологии исходят из представления решающей роли труда в антропо-социогенезе. Предпосылки антропо-социогенеза. Общей предпосылкой возникновения человечества выступило длительное историческое развитие природы. Пьедесталом антропо-социогенеза явилось развитие органического биологического мира в его единстве с геологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими абиотическими системами. Продолжение следует...